Добрый день! Мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. Как всегда, приглашаю подписаться тех, кто еще не подписан, поставить лайк этому видео, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Ну а мы с вами начинаем очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. И сегодня у нас на календаре 11 февраля, киевское время, 18 часов. Ну что ж, обстановка вчера вечером, 10 февраля, ничего не закончилось. Как раз пока писалось видео, и сразу после его записи начались воздушные тревоги, точнее продолжились воздушные тревоги, и российские оккупационные войска атаковали критическую инфраструктуру Украины в нескольких регионах уже пусками баражирующих боеприпасов. И эти пуски производились с восточного побережья Азовского моря. Ну, баражирующие боеприпасы, дроны-камикадцы, да, в народе прозванные дронами-камикадцы. На самом деле это называется баражирующие боеприпасы. За прошедшие сутки противник нанес очередной массированный ракетный удар по территории нашей страны, осуществил пуски 106 ракет, в том числе по гражданской инфраструктуре. Во время этого массированного удара применено было 32 управляемых ракеты комплекса С-300, да, ПВОшные ракеты, применялись они в контексте Земля, в классе Земля-Земля. И 74 крылатых ракеты воздушного и морского базирования, 61 из которых сбили наши силы противовоздушной и противоракетной обороны. Кроме того, российские оккупанты нанесли 59 авиационных ударов, 28 из них с применением беспилотников типа Шахет-136. 22 дрона были сбиты. Также противник совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вот такой вот на обстрелы, на массированные удары, урожайные были в кавычках, минувшие сутки. Угроза нанесения ударов Российской Федерации по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины. Несмотря на большие потери, враг продолжает вести наступательные действия на Купенском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. За минувшие сутки подразделения сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Кременная, Шепиловка, Белогоровка, Луганской области, Красная гора, Бахмут, Ивановская, Пороскеевка, Донецкой области. На оперативных направлениях ситуация на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Вместе с тем враг продолжает удерживать свои подразделения в приграничных районах с Украиной, не прекращает осуществлять артиллерийские обстрелы позиций наших войск, а также населенных пунктов вблизи линии соприкосновения. За прошедшие сутки вражеским обстрелом подверглись районы населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Сразу надо отметить, что ни на Северском направлении, ни на Слобожанском, ну тем более Волынская, Полесская, они вообще более-менее стабильны, и там количества войск, российских войск там практически нету, только на полигонах в Брестской области мы их контролируем и знаем их количество и их перемещение. Там есть белорусские войска, которые стоят на прикрытии государственной границы. Но на Северском направлении, вот больше всего задают вопросов Чернигов, Суммы, нету там наступательной группировки. Как только она начнет формироваться, я думаю, Генеральный штаб нас известит, и мы с вами будем об этом знать. Поэтому это сразу ответ на вопросы, будет ли наступление на Севере. Могут быть провокации, могут быть провокации, дальше мы будем об этом говорить, но они будут связаны с наступательными действиями российских войск на востоке Украины, то есть на Донбассе. Купянское, Купянское и Лиманское направления. Там продолжаются оппозиционные бои. За прошедшие сутки враг никуда не продвинулся, и линия фронта не претерпела никаких изменений. Кстати, от Сватова они начали наступление, и они уже вторые сутки стоят на месте. Наши войска купировали наступательные действия на Купянском и Лиманском направлениях. На Бахмутском направлении силы обороны продолжают удерживать Красную гору и Провсковьевку. Как бы это тяжело не было, но мы держим эти два населенных пункта. Даже наступая с трех сторон, враг не может занять эти села. В Бахмуте продолжаются городские бои. Успехов у врага не зафиксировано. То есть за прошедшие сутки изменений в линии боевого соприкосновения в городе не произошло. Окупанты подтягивают резервы к трассе возле Ивановского, и в течение суток шли тяжелые штурмы. Но все штурмы были отбиты. Наши силы в районной трассе делают все возможное и даже больше. Трасса находится под нашим контролем. Да, они могут ее обстреливать, она простреливается артиллерией. Но тем не менее наступление российских войск остановлено. Несмотря на все усилия с переходом резерва перейти трассу или хотя бы выйти к трассе, у российских оккупационных войск ничего не получилось. За эти сутки ничего не получилось. Надеемся и в дальнейшем мы сможем удерживать. Это, кстати, очень важный рубеж. Почему? Потому что выступ в районе Ивановское в направлении Часов-Яр это попытка создания вот этих клещей с дальнейшим наступлением на Лиман. И от Кременной на Лиман тоже они пытаются. Но от Кременной мы их уже остановили. Они уже третий сутки там стоят. А здесь то же самое. Остановлено и вторые сутки они уже безуспешно пытаются штурмовать наши позиции. Мы удерживаем противника. Он несет потери и не продвигается дальше. Кстати, разговоры о том, что они на окраинах Часов-Яра, это дезинформация на сегодняшний день. Ардиевское и Новопавловское направления. Здесь была разбита вражеская колонна севернее Опытного. Ну, мы все знаем, да. Я вчера рассказывал, что эти видео и фото разошлись как вирусные по всей сети. Но, вот чем примечательна или российская армия, тем, что она не убивает. Вот то, что я говорил, они не гибкие, они идут. Они как-то постоянно повторяют одно и то. Еще одна колонна, примерно на том же маршруте, пыталась штурмовать Невельское. По предварительным данным, тоже была разбита. Нашей артиллерии и нашими войсками. То есть, ну, все повторяется. Один раз разбили, значит пойдем еще раз. Вот по такому принципу наступают российские войска. Попытка штурма Невельского увенчалась огромным разгромом российской бронеколонны, которая шла его штурмовать. Ну и, соответственно, штурм не состоялся. Противник понес потери в технике и личном составе. Откатился на исходные рубежи. Марьянка, наши войска держатся и изменений за прошедшие сутки тоже нет. И бои идут в районе центра города, но изменений за прошедшие сутки не было. На запорожском направлении здесь враг проявил небольшую активность и занял серую зону возле населенного пункта Луговское и в селе Мирное. Посмотрим на реакцию наших войск, но пока ситуация такая. Это была серая зона, это была нейтральная полоса, поэтому они воспользовались отсутствием наших войск и выдвинулись в нейтральную полосу. Какова будет реакция, посмотрим, я думаю, завтра утром уже будем знать реакцию наших вооруженных сил. На Херсонском направлении без изменений продолжаются обстрелы правого берега. Наша артиллерия ведет контрбатарейную борьбу и наносит огневое поражение противника. Вывод. Общий исток по оперативным направлениям. Самое главное за прошедшие сутки это то, что мы удерживаем ситуацию в Бахмуте и окрестностях самого Бахмута. То есть угрозы окружения городу нету, противник на всех направлениях, севернее, южнее и в самом Бахмуте остановлен. Трасса удерживается нашими войсками продвижением направлений часа в Яр остановлено российских войск. Также мы удерживаем Красную гору и конечно мы понимаем сложность ситуации на севере Бахмута, где противник может предпринять попытки, еще предпринять попытки прорыва. Так что вот такой вывод можно сделать по ситуации за прошедшие сутки. Мы стабилизировали, за эти сутки линия фронта стабилизирована. Продвижение российских войск за сутки практически не отмечено. В городе Мелитополь коллаборантам, работающим в оккупационной администрации, предложено отречься от гражданства Украины, написав соответствующее заявление. Кстати, российские оккупационные власти очень любят бюрократию. Они сразу подвязывают под уголовное преступление. Даже коллаборантов, казалось бы, они на вас работают, они согласились сотрудничать, но россияне и так просто ничего не делают. Они заставляют написать заявление об отказе от гражданства Украины. И вы же понимаете, что такое заявление это письменное доказание. Это фактическая статья. ЦУГ это срок. Но тем не менее, они непреклонны. Даже для своих, вот тех, кто... Даже для предателей, которые перешли на их сторону. В отдельных населенных пунктах, временно занятой Запорожской области, российские оккупанты продолжают оказывать давление на местных жителей. Вводят комендантский час, проводят проверки помещений. Обыски, ну это нормально. Там закон Тайга, медведь хозяин. В Старобельске, Луганской области, опять стала проблема медицинских учреждений. Хирургическое отделение местной больницы обустроено под военный госпиталь в связи с большим количеством раненых оккупантов. Несколько ранее в отдельных населенных пунктах Луганской области отмечалась работа мобильных крематориев противника. Они, кстати, я вам говорил, там в одном из населенных пунктов, они строят стационарный крематорий для сжигания тел. Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения врага, а также 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, состав с боеприпасами, позицию зенитно-ракетного комплекса, а также 3 других важных объекта противника. Было накрытие, несколько очень серьезных накрытий, в том числе и на аэродроме в районе Мелитополя, детонирует склад боеприпасов на аэродроме и горит российская техника, которую они там сосредоточили в качестве военной базы. Они там создавали долго очень военную базу, мы очень долго ждали, когда она накопится и вот было принято решение дальше не ждать, а нанести удар. Удар оказался очень удачным. Ситуация в Черном море. На сегодняшнее утро в Черном море на боевом дежурстве находятся 11 вражеских кораблей. Из них два носителя крылатых ракет «Калибр», общий залп которых может составить до 16 ракет. Вот такая вот военная обстановка на оперативных направлениях и на линии фронта от Харькова до Херсона. Ну и отметим несколько военно-политических новостей, которые стоят нашего с вами внимания, происходящих как в Украине, так и вокруг нее. Президент Байден, Джо Байден едет в Польшу, визит будет проходить 20-22 февраля. Он будет в Польше встречаться с Анджием Дудой, с президентом Польши. Будут решаться, обсудят двухсторонние отношения и наши коллективные усилия, как сказала представительница Белого дома, коллективные усилия Польши и Соединенных Штатов по поддержке Украины и укреплению НАТО. Вот такие глобальные вопросы. Некоторые средства массовой информации дают нам сведения о том, что в это время в Польше может состояться и трехсторонняя встреча. К Байдену и Дуде может присоединиться президент Зеленский. Тем более, что видите, как бы распечатали зарубежные поездки и вот большое турне было европейское, так что выехать в Польшу для встречи с американским президентом, я думаю, вполне возможно. Единственное, если это будет предусматривать протокол встречи. Но пока такие ожидания существуют и пресса об этом говорит, что вполне возможно, что будет трехсторонняя, что встреча будет носить трехсторонний характер. В Соединенных Штатах продолжают происходить странные явления с зондами. Говорят, что это метеорологический зонд, который сбили Соединенные Штаты. Он был довольно большой. В него только солнечные панели были размером с несколько автобусов. Но если брать американский стандарт, то там очень большой автобус. У них, как правило, они трехосные автобусы. Так что это здоровенный был шар. Сейчас американская система ПВО засекла в районе Аляски. Засекла неизвестный летающий объект. Тоже зонд. Но тут особенность была то, что высота. Зонд летел на высоте 40 тысяч футов. Это 12 километров. 12 тысяч метров. И составил... Ну, они уже как бы... ПВО страны Соединенных Штатов доложило, что он несет обоснованную угрозу безопасности для гражданской авиации. То есть, дело в том, что это... 10 тысяч это считается эшелон для гражданской авиации. Ну, 12 это где-то рядом. 2 километра там плюс-минус. Это фактически гражданская авиация летает. Поэтому было тут же, из соображения осторожности и по рекомендации Пентагона, Джо Байден приказал военным сбить этот объект. Что они и сделали. Сейчас собирают его обломки для дальнейшего изучения. Об этом сообщил помощник по национальной... Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. На данный момент, как заявляет администрация Белого дома, что по словам, что размер этого зонда с маленький автомобиль, не знают пока Соединенные Штаты, кому это все принадлежит. Какому-то государству или какой-то частной корпорации. И, как они сказали, мы не понимаем цели, какие преследовались запуском этого объекта. Тем не менее, они приняли решение его сбить. Ну, посмотрим. Это либо действительно случайность, что задувает ветром. Хотя уже повтор не похоже, что это была бы случайность. С другой стороны, если первый зонд четко и понятно принадлежал государству Китай, и Китай как бы вступил даже в некоторую полемику с Соединенными Штатами по поводу того, что они обиделись, что их зонд сбили, что он такой был весь мирный и пушистый, белый и пушистый. Мирный и не опасный. Но, тем не менее, этот зонд пролетал над тем районом, где в Соединенных Штатах расположены шахтные пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет. Что там делал мирный зонд, ну, как бы остается только догадываться. Поэтому здесь американцы решили не церемониться. Как только он подошел, вошел в воздушное пространство США, они его просто тут же сбили. И теперь, я так понимаю, будет разбираться там где-то внутри себя, на уровне дипломатии. Сначала выяснят, чей зонд, а потом будет уже разбираться с тем, кому он принадлежит. Посмотрим. Очень интересная игра в плане, я так понимаю, что в плане для Соединенных Штатов создаются условия раздраженности. Их дразнят. Кто и зачем, в ближайшее время, я думаю, мы с вами узнаем. Швеция отправляет нам первую партию зенитных пушек Л-70. Точнее, не Швеция, а шведские зенитные пушки Л-70. Литва отправляет первую партию в Украину, и они уже прибыли. Как заявил министр обороны Литвы, эта партия уже находится на территории Украины. И эти пушки заступят на боевое дежурство. Это все идет усиление, закрытие нашего неба. Зенитные пушки себя очень хорошо показали в борьбе с зенитными пулеметами, зенитными пушками, в борьбе с дронами, в борьбе с крылатыми ракетами. Кстати, они очень хорошо показывают себя. Единственное, что баллистические ракеты, это для нас пока что остается большой проблемой. Ну и, издание Билд сделало несколько выводов по ходу нашей войны. Издание считает, что война приближается, аналитики этого издания считают, что война приближается к своей кульминации. И Украине в ближайшие недели может быть очень трудно. Нынешняя слабость украинской армии связана с отсутствием ракет большой дальности. Не хватает оружия, которое могло бы помешать россиянам получать подкрепления и припасы. Но ракет большой дальности, поставленный США, скоро окажется в руках Украины. Вот такой вот оптимистичный вывод сделало издание Билд. И да, действительно, ситуация, я вам скажу так, что тогда мы, как бы в начале войны, мы не видели еще всей картины. Теперь, оглядываясь назад, мы понимаем, что в апреле, вот это начало битвы за Донбасс, это был первый этап, первая волна. Сейчас Россия собрала вторую волну для продолжения захвата Донбасса, продолжения, потому что, ну, нам, к сожалению, не удалось освободить территории на Донбассе, ни в Донецкой, ни в Луганской области. Чуть-чуть мы продвинулись на границе Харьковской и Луганской области, ну, это очень и очень мало по сравнению с тем, что было. Лиман мы отбили, вот самое крупное, что мы отбили Лиман и вот здесь, да, здесь мы немного продвинулись. Ну, а в остальном территория осталась под оккупацией российской армии. И сейчас Россия собрала вторую волну и теперь для того, чтобы облегчить нам задачу в борьбе с этой второй волной или второй попыткой захвата Донбасса, видите, уже даже такие средства массовой информации, как Билд, высказывают поддержку и пытаются создать атмосферу того, что ракеты надо передавать, передавать как можно скорее. Ну, они высказывают такое оптимистичное предположение, что американцы скоро, Соединенные Штаты скоро поставят ракеты в Украину. Ракеты окажутся в руках Украины, пишет издание Билд. Ну, а эпопея с самолетами продолжается, точно так же, как с танками, помните, да, все повторяется. Схема точно такая же. Помните, кто после танкового рамштайна начал первым заявил о самолетах? Нидерланды. Да, Нидерланды сказали, что они готовы, если поступит соответствующая заявка от Украины в плане передачи F-16. А так, Нидерланды готовы. Ну, министр обороны Нидерландов сегодня заявил о том, что официальная заявка Нидерландам от Украины на поставку истребителей F-16 уже поступила. Так что, ожидаем теперь подтверждения той реакции, обещанной реакции со стороны Нидерландов, что если заявка поступит, то Нидерланды готовы передать Украине самолеты F-16. Тем более, что они у них есть. Так что, процесс идет, процесс движется и, ну, считаем дни. Мы с вами до понедельника, осталось совсем немного, понедельник, 13-го числа начинает работу в Брюсселе конференция в формате Рамштайн. Ну, или заседание, как я его называю, антироссийской коалиции. В Нью-Йорк Таймс пишет, они сделали выводы, в принципе, они взяли, точнее, ну, на мой взгляд, потому что они совпадают практически полностью, они взяли выводы института, американского института изучения войны и изложили их, скорее всего, изложили их на своих страницах. И пришли к следующему выводу, что, что же происходит сейчас на фронте. Основной вывод, пишет Нью-Йорк Таймс, это то, что Россия и Украина готовятся к атакам. То есть, обе стороны, мы и Российская Федерация, готовимся к наступательным действиям. Россия может открыть новый фронт. Это то, что я вам говорил, что может быть вооруженные провокации, что-то в виде разведки боем на Северском или Слобожанском направлениях. Для того, чтобы постараться максимально отвлечь наши резервы и растянуть силы вооруженных сил Украины. Так вот, Россия. Россия пытается окружить вооруженные силы Украины с севера и юга через Кременную и Углидар. Вот они видят, вот это основной вывод из той обстановки, которая сложилась. Действительно, с Кременной, но видите, мы говорим с Часа в Яр, Кременная, вот с этих двух населенных пунктов, они на Лимане сойтись. И вот это было бы, они хотят, скорее всего, такой замысел в Генеральном штабе Российской Федерации. Специалисты за океаном в Соединенных Штатах говорят, что это может быть чуть шире, клеще от Углидара. Хотя в Углидаре они терпят уже третье, наверное, да, третье поражение в плане попыток штурма Углидара. Там не то, что, там до штурма дело не доходит. Они постоянно несут потери еще до того, как они ввязались в бой по штурму самого города. Второе. Россия может сделать наступление с целью отвлечь оборону ВСУ, открыв новый фронт. Вот это то, что я вам сказал. Что означает наступление с территории самой России в районе Сум и Харьковской области. Но, опять же, вот это наступление, сразу скажу, оно под большим вопросом. Разведку боем, да, у них там где-то, ну, несколько батальонно-тактических групп осталось. Осталось, ну, до бригады, будем так говорить, в Сумской и до бригады в Харьковской области. В Белгородской, точнее, напротив Сумской и Харьковской области. В Белгородской области есть там еще учебные центры, там есть мобилизованные, они проходят подготовку. Но пока из них ничего ударного не сформировали. Поэтому я и говорю, что, скорее всего, это может пока, пока остается на уровне разведки боем. Если они начнут формировать группировку, ну, мы будем с вами об этом знать. Естественно, будет оповещено местное население. Теперь Украина. Какой вывод они делают? Это по России. Вот два основных вывода. Попытка окружения наших войск и возможность открытия второго фронта для отвлечения внимания и обеспечения успеха на донецком, российским войскам, на донецком направлении. Украина. Наиболее многообещающее направление это юг. Мелитополь был бы очевидной целью, пишет New York Times. Город находится на пересечении двух основных автомагистралей и важной железнодорожной ветки, что делает его важным для снабжения российских войск на юге. В принципе, ничего нового. Мы это прекрасно все знали. Единственный вопрос это силы и средства вооруженных сил Украины или сил обороны Украины для того, чтобы вклиниться в оборону российских войск, в оборону противника и рассечь группировку в направлении Мелитополь-Азовское побережье. Я уже не говорю там на Бердянск, можно даже, наверное, на город не идти, а по степям надо идти до Азовского моря, а потом уже организовывать оборону и расширять вот это вклинение. Посмотрим, как решит генеральный штаб. Тем не менее, вот за океаном пришли к таким выводам. Вот такие новости военные и военно-политические на сегодняшний день сложились в Украине и вокруг нее. На этом мы первую часть нашего видео с вами заканчиваем. Я делаю по традиции паузу. У вас есть время подписаться на мой канал для тех, кто еще не подписан. Поставить лайк этому видео, если оно вам нравится. Тогда его смогут увидеть большее количество людей. Ну и через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы с вами, как обычно по традиции, это ответом на те вопросы, которые вы задали. И первый вопрос сегодняшнего дня будет следующий. Добрый день, у меня вопрос. Расскажите, пожалуйста, за сколько секунд реагируют системы противоракетной обороны Патриот и САМПТ, когда в их пространстве появляются ракеты, время подлета которых составляет 40 секунд до цели. Успеют ли эти системы сбить ракету, которая летит до цели за такое короткое время? Да, успевают. Время реакции этих комплексов составляет 10-15 секунд. От 8 там. Отсчет идет в зависимости от характера цели от 8 до 15 секунд. Причем они могут вести одновременно там несколько целей. И там до 125 Патриот может вести и САМПТ примерно столько же. Чуть меньше, по-моему, до около 100. И 6 целей одновременно может поражать этот комплекс. В принципе, если 40 секунд летит ракета, то 10 секунд убираем на реакцию комплекса самого. И еще добавляйте 18 секунд на полет ракеты. 18-20 секунд на полет противоракеты, которая будет выпущена по цели. Итого 30 секунд. То есть вполне успевает. Ну, в принципе, и САМПТ, и Патриот, это же комплексы, которые... Задачи которых, во время разработки, ставилась задача конструкторам, что они должны сбивать баллистические ракеты. Баллистические ракеты идут со сверхзвуковой скоростью. Поэтому и время реакции соответствующее, минимальное, и, соответственно, и противоракета идет тоже со сверхзвуковой скоростью. А особенно, если она идет на перехват или на догонном курсе, то есть все шансы того, что эти цели, эти ракеты, по которым будут делаться пуски, будут сбиты. С учетом того, что Китай, скорее всего, начал поддерживать Россию, какая вероятность того, что, несмотря на западную поддержку, эта война может зайти в тупик? Извините за такую пессимистическую перспективу, но многие сейчас этого опасаются. Если коротко, может ли западное вооружение разгромить в перспективе Россию и Китай, особенно если Китай предоставит России различного типа современное вооружение, собственного производства? Надеюсь на ответ, слава Украине! Не предоставит, сразу говорю, не предоставит. Что может Китай? Китай может втихаря помочь формой, он уже помогает, мы знаем об этом, формой, продовольствием, сухие пайки, он может помочь, частично может помочь боеприпасами, но только очень осторожно. Я не думаю, что Китай решится на передачу даже советских образцов вооружения, имея совместную границу и имея... Это вероятность такая существует, угроза этого существует, но вы не забывайте, что Китай зависит от Соединенных Штатов, очень сильно зависит. 30% ВВП Китая это рынок Соединенных Штатов, это поставка товаров в США. Если США начнут вводить санкции, то у Китая будут очень большие проблемы с экономикой. Очень. Тем более сегодня у Китая есть огромная финансовая проблема. У них ипотечный пузырь надулся. Помните 2008 год, да, обвал гривны в два раза, там уходящий на пенсию президент, вот такую ипотечные банки с ипотечными кредитами, вот это все в совокупности привело к таким большим финансовым потрясениям. Так вот, в Китае сегодня в ипотеке дыра в банковской системе 8 триллионов долларов. Как вы думаете, он готов сегодня Китай рисковать своим обвалом финансового рынка ради того, чтобы дать России партию танков или партию орудий? Я думаю, что нет. Они, конечно же, пытаются создать такую сильную позицию переговорную с Соединенными Штатами. У них есть проблемные вопросы, тот же Тайвань, но, тем не менее, зависимость Китая от США просто гигантская. Можете рассказать, пожалуйста, можно ли использовать как убежище катакомбы во время ракетной атаки, например, в Одессе, безопасно ли там? И расскажите, что вы знаете о Николаевских секретных катакомбах. Спасибо за вашу работу. Героям слава, смерть врагам. Да, катакомбы могут стать естественным укрытием от ракетных ударов. Если вы знаете вход в катакомбы, да, вы можете спускаться. Кстати, был сюжет в марафоне, я видел сюжет, когда показывали жители Одессы, у них подвал выходит в катакомбы. И они спускаются в подвал этого своего дома, там довольно достаточная глубина. Вот, они туда провели электрику, сделали там, оборудовали там места для отдыха, и чтобы пересидеть воздушные тревоги. Поэтому, абсолютно, да, прямое попадание, если небольшая глубина залегания катакомб, конечно же, не спасет никого и ничего. Если, допустим, ракета, тяжелая ракета с головной частью, там, в 400 килограмм тротила, попадет в это место. Но вероятность такая прямого попадания, она очень низкая. Поэтому, да, естественно, естественные вот эти пещеры, катакомбы, могут служить укрытием во время воздушных атак со стороны российских оккупантов. Что касается Николаевских катакомб, я знаю, что они там есть. Насчет того, какие они там секретные или не секретные, Ну, в Николаеве там военных заводов было очень много. Вполне возможно, что есть какие-то катакомбы, которые использовались для военно-промышленного комплекса. И, естественно, они были засекречены. Как, например, в Балаклаве в Крыму. Вплоть до того, что там катакомбы выходят... Есть даже грот для подводных лодок. Вот. И есть катакомбы, по которым проложены железнодорожные пути для подвоза боеприпасов И другого имущества, и других материально-технических средств. Поэтому вполне может быть. Насчет грифа и секретности, тут ничего вам не скажу. Не знаю. Если кто-то знает, напишите в комментариях. И я с удовольствием это озвучу. Если они уже не секретные. Если они секретные до сих пор и используются нашим ВПК или вооруженными силами, то ни о чем писать не надо. Витаю. Ходят чутки про землетрус Туреччині та Сирії. Что? Землетрус Туреччині та Сирії був штучним. Такое запитание. Чи можно взагалі за допомогою якоїсь зброи чи підземных помповых зарядов викликати подібное? Дякую за ответ. Все будет Украина. Нет. Нельзя. Я уже устал объяснять. Ни климатическое оружие. Ни сейсмического оружия в мире не существует. Та страна, которая первая сделает климатическое или сейсмическое оружие, она будет страной мирового господства. Она поставит весь мир на колени и будет диктовать свои условия. Это раз. И второе, учитывая ментальность, человеческую ментальность, общую, если такое оружие будет изобретено, на следующий день наша цивилизация просто прекратит свое существование. Потому что найдется идиот, который захочет его применить. И это может вызвать цепную реакцию. Я скажу так, что проводились даже эксперименты глубинных взрывов, атомных взрывов для того, чтобы попытаться качнуть тектоническую плиту на больших глубинах в Мировом океане. Ничего подобного. В среднем, минимальное расстояние, точнее толщина земной коры, где-то примерно 40 километров. Это минимальное. Самая глубокая одна на земном шаре скважина, которую удалось пробурить ученым, составляет это Кольская скважина. Она бурилась в Советском Союзе. Представляете, даже ни одна страна в мире не смогла позволить себе организовать сверхглубинное бурение. Они прошли 12 километров. Сегодня 12 километров это уровень добычи сланцевого газа и нефти. Технологии пошли вперед. Но до магмы земли еще никто не добывался. Толкнуть тектоническую плиту невозможно. Взрыв должен быть такой мощности, что должна треснуть, качнуться земная кора. Поэтому не верьте в это все. Это абсолютно природные явления, которые даже современные ученые не могут объяснить до конца. Или в полном объеме. Добрый день. Наблюдая тенденцию уменьшения разного рода бронетехники у противника и предполагая гипотетически, что поставок больше не будет, нужно ли нашим танкам вводить, наверное, имелось в виду, в боекомплект больше осколочно-фугасных снарядов для уничтожения пулеметного гнезда или зенитки, например, с уважением слава. Нет, я думаю, что не надо менять боекомплекты танков. Почему? Потому что все равно львиная доля снарядов осколочно-фугасная. Большая часть. Некоторых там боекомплекты достигает 70-80% количества осколочно-фугасных снарядов. Тем более, что западные образцы пошли еще дальше. Там есть боеприпасы дистанционного подрыва. То есть снаряд не ударяется об землю, как в классике, и после этого взрывается. А снаряд ставится определенная дистанционная, выставляется дистанция на взрывателе, замедление, и снаряд взрывается над окопами противника, что практически создает эффект воздушного разрыва. И осколки летят сверху вниз, поражая укрытую живую силу и небронированную или легко бронированную технику противника. Поэтому, я думаю, что не стоит. Тем более, вы не забывайте, что кумулятивные снаряды, они имеют осколочный эффект. Они называются кумулятивно-осколочный этот снаряд. Он может применяться как против бронетехники или каких-то укреплений, дотов, дзотов, поражения, так и против пехоты с установкой взрывателя на осколочное действие. Поэтому нет, никакой целесообразности в этом нет. Все нормально. Боекомплект посчитанный. Главное, чтобы он был. Чтобы был этот танк западный и чтобы был его боекомплект. Дальше наши танкисты справятся. Вопрос. Добрый день. Пожалуйста, прокомментируйте, что происходит с русскими солдатами, когда прямо на них 5-6 человек, плотно сидящих в воронке, сбрасывают минус коптера. Погибают однозначно все или кому-то удается выжить? И в каком состоянии выжившие? Дело в том, что то, что мы сбрасываем с коптера, это либо воги, то есть снаряды от гранатометов, подствольных гранатометов, станковых гранатометов. Кстати, наши умельцы делают на эти снаряды, делают из пластика хвостовое оперение. Я даже знаю целую общественную организацию в одной из стран Балтии, где на 3D принтерах печатают эти хвостовики из пластика. Или льют их на термопласт-автоматах, станках, и они поражают осколочным. У них основа поражения это осколочное действие. Радиус такого поражения небольшой, до 7 метров. Взорвавшись вот в такой воронке, где плотно лежат спрятавшись российские солдаты, они все получают осколочные ранения. Кто-то больше, кто-то меньше. Дальше их судьба самая незавидная. Почему? Потому что эти солдаты требуют немедленной эвакуации и доврачебной помощи. Если в течение 30-40 минут им не оказана первая доврачебная помощь, они становятся тяжелыми. Из легкого ранения или среднего ранения они становятся тяжелыми. И дальше они умирают от потери крови. Как правило, попав в такую воронку, вот таким вот вогом, такой вот гранатой сброшенной из квадрокоптера, из этих солдат не выживает практически никто. Во всяком случае, так говорит нам полевая медицина. Это из практического опыта общения с медиками. Во-первых, контузию получают они от разрыва самого, потому что они находятся в таком полусфере, полузакрытом пространстве, где взрывная волна отражается от стенок этой же воронки. Во-вторых, они все получают осколочные ранения разной степени. В зависимости от степени ранения идет потеря крови и, соответственно, наступает летальный исход. Так что практически никто не выживает никто. Вы, скорее всего, випадково сказали, что с 24 лютого 2022 года наши войска не потрапляли в оточение. Но все хорошо помятают про очень болющее оточение Маріуполя и героичную борьбу его оборонцев. Хотел спросить, есть какие-то оценки о количестве артиллерийских снарядов в запасах армии РФ. Ранее ходила информация, что до начала войны в Украине у РФ было в запасах 15 млн. снарядов. Правда, неизвестно, каких калібр. А на середину осени 2022 року залишки снарядів оценивали в 7-8 млн. Тобто, за прогнозами, при зберіганні интенсивности використання артиллерії снарядів мало б вистачити до кінця вісни, початку літа 2023 року. Чи це правдиві прогнози? Чи є якісь приблизні оценки, скільки снарядів може бути в запасі у РФ станом на зараз? Інше питання. Скільки приблизно пострілів витримує ствол середньостатистичної гармати 152 мм, враховуючи обсяги використання ствольної артиллерії армію РФ, на який проміжок часу їм вистачить їхніх гармат? Ну, тут у вас сложний вопрос, три в одном. Давайте начнем сначала. Мариуполь, це було осознанне решення, це не окруження наших військ, це було осознанне решення командовання на оставлення гарнизона в городі. Все знали зарані, що вони будуть сражатися в окруженні. Тому це не окруження російськими військами, ми могли спокійно выйти з міста Мариуполя, оставив город. Було принято решення командованням за город сражаться до стільки, скільки буде необхідно з воєнной точки зрення, що і було зроблено. Тому я не відносив би його к окруженню, к попаданню наших військ. Я сказав, що ні в один котел ми не попали, ні в одно окруження наші війська за всю війну не попали. Тому Мариуполь, я тоже із цих соображений не відносив би к попаданню наших військ в окруження. Це осознанне принятие решений. Далі, що касається запасів. Ви, наверное, немножко ошиблись, в тому плані, що, скорее всего, не 15 мільйонів снарядів, а, наверное, 15 мільйонів тонн боєприпасів. Тому що, коли йде о боєкомплекте речі, то тогда ми говоримо о кільності снарядів. Коли йде о запасах, стратегічних запасах, завжди ці запаси змеряється в тоннах. Тому, да, скорее всего, це були тонны. На сьогоднішній день із того, що осталось у РФ по боєприпасам, це в основному снаряди для артиллери і танків, військових і послевоєнних військ. Т.е. старі. Це гаубиці Д-1, це гаубиці М-30, Д-1-152 мм, М-30-122 мм. Це другі оруді. Це Д-44, 85-мм пішка, це Д-48, тоже 85-мм пішка. Це танкові вистріли для Т-62, для Т-55, 54, для ЗИС-3 пішки. Це все храниться на складах, поверте. Поверте, нікуди не діляться. І, скорее всего, ці 7-8, не мільйонів штук снарядів, а мільйонів тонн, наверное, снарядів, вони в основному представляють собою вот ці боєприпаси. Чем дальше, тем процент боєприпасів старих образців артиллериї і танків становиться все більше і більше. Але РФ ходить з протянутой рукою по кругу. Якщо ви помните, в ці поїздки Шойгу з візитами там були в Северну Корію, що вони просили? Боєприпаси і ракети. Що вони просять в Ірані? Беспілотники, ракети і боєприпаси. Що вони просять в Китаї? Боєприпаси. І зараз там, точні не нас, а російське руководство заверяє армію о тому, що заводи пашуть 4 смені по производству боєприпасів. І ми вже зустрічали на полі боя снаряди, выпущені, осеню ми зустрічали снаряди, выпущені летом 22-го року. Тобто, практично с конвейера боєприпаси йдуть на линію фронта для современных образцов вооружений. У России начинает нарастати дефицит. Ну, сами посудите. Якщо в Северодонецк, коли вони пыталися взяти Северодонецк, вони викладали на грунт, це такий термін артилерійський, имеється в виду, вистреливали, 50-60 тисяч в сутки по всій лінії фронта, то сегодня це примерно составляє 10-15 тисяч боєприпасів. Тобто, в 4 рази сократилось, ну, примерно, це неточні подсчёты, але, тим не мене, де-то в 4 рази сократилось количество викладаємих на грунт в сутки боєприпасів со сторони российської артилерії. Так що дефицит назреває. Вопрос, будуть ли вони виводити. Говорят, що вже Д-1 встречали на гаубицу, Д-1 встречали на полі боя, 152-мм. Що касається настрела, то в середньому настрел орудий, гаубиц і пушок калибра 152-мм составляє около 4-х тисяч выстрелів. Після чого ствол виходит, ствол надо менять, тому що може бути либо разрыв ствола в результаті подрыва снарядів стволі, ну, либо точність падає до таких параметров, що с нього стріляти вже не можна. Так що, а вот артиллерії у них на хранение ще дуже багато. Вони навіть ще не добралися до конца запасів таких систем, як, допустим, гиацинт 2А36, гиацинт Б, буксируємий. Мста Б 2А65 у них теж ще є на складах. Мста С 2А19 теж є на складах. Це все закладувалось в Советське время. Советський же Союз клепал параллельно всегда. Войска перевооружали постепенно і гнали сразу же орудия і техніку на хранение. Соответственно, у них запаси довольно больші. Какая степень техніческого состояния этих орудий, це вопрос уже другой техніческого состояния. А вот количество у них по орудиям ще є. По боєприпасам вони починають испытати боєприпасний голод. Пока ще не сильні, але тем не мене. Добрый вечер. Скажите, вот все время вы говорите о передаче нам самолетов. А достаточно ли у нас летчиков, которые могут сразу же принять бой? Ну, во-первых, на новую машину, точнее на машину другого типа, никто сразу бой не примет. В любом случае, летчику надо проходить переподготовку. Но летчиков у нас много, у нас достаточно. На сегодняшний день по разным источникам, ну, говорят, что по три летчика на одну машину. Вот у нас с самолетами беда-беда. А с летчиками, в принципе, проблем нет. Так это еще с учетом того, что это отмобилизованы и в строю по три летчика на один самолет. А еще мы можем мобилизовать. Специалистов авиации, которые могут сесть за штурвал. Так что в этом, в летчиках, проблемы нет. Вопрос в самолетах. Но никто, поверьте, никто сегодня, вот завтра пригонят самолет, и послезавтра никто на них в бой не пойдет. Нет. Им надо освоить эти машины, совершить пробные или тестовые полеты, провести тренировочные стрельбы боевыми боеприпасами на полигонах. Только после этого их можно допускать в бой. Иначе это будет билет в один конец. Вылетел и не вернулся. А потеря машины это тяжело, а потеря летчика еще тяжелее. Потому что готовить его надо не один год. Добрый день. Если западные самолеты не придут в ближайшее время, а обещанные западные танки придут в марте месяце, сможем ли мы проводить контрнаступление с западными танками без западных самолетов? Да, сможем. Кстати, Олаф Шольц буквально вчера заявил о том, что в марте месяце Украина получит 80 танков Leopard 2. Он сказал, что это будет тяжело, но Германия приложит все усилия для того, чтобы в марте месяце 80 леопардов, вторых леопардов, это не те леопард 1, о которых мы говорили, были переданы Украине. Так вот, без самолетов это будет намного сложнее. Если мы бросим в бой западные танки без прикрытия западной авиации, это возможно, но это будет намного больнее. То есть, потери в бронетехнике будут намного выше, чем с прикрытием авиации в ходе контрнаступательных действий. Подскажите, пожалуйста, какая вероятность, как вы оцениваете, что у Путина получится взять Донбасс? Как я понимаю, после захвата Донбасса он объявит, что война закончена, а-ля цели выполнены. Так как он понимает, что дальше он не сможет продвигаться. Но я так понимаю, россиянам нужно какие-то результаты скормить. Смотрите, а я скажу, что вероятность взять Донбасс у него очень маленькая. Очень. Почему? Потому что сегодня Россия не может нам представить масштабного наступления. Видите, они постепенно растягивают его во времени с наращиванием усилий. Поэтому есть все шансы удержать Донбасс. И, соответственно, ну даже, гипотетически, давайте, допустим, что Путин собрал там какой-то бронированный кулак, стянул все танки на одно направление и прорвал нашу оборону, захватил Донецкую область. И сказал, что да, на этом война закончена. Так кому он сказал? Избирателям своим? Так мы не заканчивали войну. Как только российские войска остановятся, как только они ослабят натиск, мы тут же перейдем в контрнаступление. И продолжим уже нашу освободительную войну. Поэтому тут уже мнение Путина не играет. Война это обоюдный процесс. И он касается двух сторон. Нельзя просто встать и сказать, что мы достигли цели, я закончил войну. Нет. Нифига. Вторая сторона говорит, а вот мы теперь достигаем своих целей. И мы не собираемся сегодня заканчивать эту войну. Поэтому я бы даже, вот видите, гипотетически в самом страшном сне, если представить, что они захватили Донбасс, в чем я очень и очень сильно сомневаюсь. Я думаю, у нас есть все шансы удержать. Да, мы можем поступиться к какой-то частью территории, но полностью дать возможность Путину захватить Донбасс, я думаю, это уже сегодня задача нерешаемая для вооруженных сил Российской Федерации в той ситуации, в которой они оказываются. Влияет ли увеличение плотности вражеских войск на более эффективное их уничтожение в местах сосредоточения? Конечно. Конечно влияет. Посмотрите, как растет количество потерь, ежесуточное количество потерь у российских оккупантов. Чем больше они стягивают резервов на одном направлении или на одном участке, тем больше мы громим эти резервы. Тем больше потери. Мы буквально с вами три дня назад говорили, что вооруженные силы или силы обороны Украины поставили рекорд в плане того, что суточное уничтожение войск противника переливали за тысячу человек. Было тысячу тридцать человек. В минувшие сутки тысячу сто сорок. То есть тенденция идет к увеличению. Чем больше они будут нагонять этих мобиков-чмобиков в перемешку с регулярными войсками, тем больше они будут нести потери. Так что это прямая закономерность. В данной ситуации. В продолжении минометной темы. Зустречаю информацию, что минами стандарту НАТО 81 мм можно стрелять из радянских минометов калибра 82 мм. А навпаки – ні. Можливо, тогда рациональнейше было бы за кордоном организовать выпуск мин в 81 мм, а не в 82 мм, чтобы в перспективе все же можно было их використовывать и в радянских, и в захидных минометах. Тем больше, что мы переходим на НАТО-стандарт. Смотрите, это утопия, это разбрасывание мин, куда попало. Дело в том, что там 82 и 2 десятых, по-моему, миллиметра, если точно брать калибр. Или 4, вот не помню, по миномету. Но, в чем смысл? Дело в том, что мина 81 мм, америка-натовская мина, она на полтора миллиметра уже диаметром. И прорыв пороховых газов впереди мины намного больше. Ее будет колбасить, она будет биться об стенки ствола, и вылетая из миномета, она будет лететь, куда попало. То есть, точность такого миномета будет абсолютно непредсказуемая. Это первое. И второе, дальность стрельбы резко падает. Вы вроде как поставите там полный заряд, шестой заряд для миномета. Пол, это самый большой, самый мощный. Вы поставите шестой заряд, а она полетит не на 7, не на 3,850, а улетит на 2 километра. И что вы будете делать? И даст отклонение вправо-влево там. 82 миномет, это ротный миномет, который должен ложить мина в метр в метр. С этого миномета опытные минометчики попадают во вражеский окоп. Тогда это эффект. Потому что если солдат сидит в окопе, а мина разорвалась на бруствере, то солдату до лампочки все осколки просвистели у него над окопом. Понимаете? А вы предлагаете мину меньшего калибра использовать в этом миномете, она вообще полетит куда попало. Поэтому это бред и утопия. Этого делать ни в коем случае нельзя. Тем более, что мины 81 мм в достаточном количестве есть у стран НАТО. Если мы попросим минометы вместе с этими минами, да, вот это, на мой взгляд, даст огромный эффект и поможет нашим войскам, нашей пехоте бороться с пехотой противника, с российской пехотой. Вот это, я понимаю, рациональное предложение. А вот это, а то, что там, да, мина влазит в ствол, потому что она меньшего диаметра. В американский миномет старая советская мина не влазит, потому что она большего диаметра. Это понятные вещи. Но еще раз повторюсь, стрелять миной меньшего диаметра, чем калибр миномета, это пустая трата мин и никакого эффекта. Следующее. Родянский НАТО и НАТИвские крупнокалиберные минометы мают калибр 120 мм. Их боеприпасы взаимозаминные? Да, их можно применять. Вот когда калибр совпадает, тогда, пожалуйста, можно применять мины 120-мм как к миномету советского образца, так и к миномету американского образца. Единственное, что при стрельбе американскими минами с миномета советского образца не будет возможности использовать таблицы стрельбы. Ни американские, ни советские. Потому что баллистика будет изменена, и тут только метод пристрелки. То есть, артиллеристы знают, что такое пристрелка. Это пристрелка либо по наблюдению знаков разрывов, либо создание репера, то есть точки фиктивную. Самый быстрый способ фиктивный репер для определения поправок и дальше перенос огня от репера по позициям противника. Есть такой вид стрельбы у артиллеристов. И да, эти мины можно использовать. Если калибр совпадает, мины можно использовать. Следующий вопрос. Какой-то в ЗМИ проскакивала информация про нативские минометы калибром 160-мм. Чи поставляют такие минометы с БСУ, та які их переваги по рівнянні з минометом 120-мм. Дякую за відповідь. Завжди... Нет. Такие минометы нам не поставляют, и их эффективность довольно сомнительна. Кстати, у нас такие минометы есть на хранении. 160-мм есть миномет советского образца, но мы его не применяем. Почему? Потому что проблемы с заряжанием и довольно тяжелая мина. То есть это уже практически орудие, но в 160-мм. И даже больше, чем в 152-мм. И довольно тяжелая мина. Поэтому проблемы. Скорострельность и он буксируемый. Нет смысла. Пока его притянут, опять же нужен тягач. Пока его притянут, пока его развернут, подготовят мины, отстреляли задачу, надо сразу сниматься с позиции, чтобы не прилетела ответка. Нет. Это неповоротливый, тяжелый. Это уже тяжелый миномет. Он неповоротливый, не маневренный. Поэтому он в этой войне не применяется. Как наш отечественный 160-мм не применяется, так и американский аналогичный. Тоже в этой войне не применяется. Во всяком случае, в открытых источниках информации такой информации я не нашел. Добрый вечер. Такой вопрос. Если нам дадут такой винегрет из самолетов, то кто на них летать будет? С танками, конечно, проще. Там обучение быстро проходит. А вот как быстро научить летчиков летать на разных самолетах западного образца? Так еще и обслуживать такую сборную солянку. Я считаю, что нужно договариваться о передаче нам самолетов одной модели, например, только F-16. Ну, подождите. Дело в том, что разные модификации встречаются везде. И даже в западных армиях мира. Посмотрите, у нас сборная солянка по артиллерии. Мы все освоили, все обслуживаем, все ремонтируем. Что не ремонтируем сами, везем на ремонт в страны с партнером. То же самое будет с танками, то же самое будет с авиацией. Делайте специализацию по бригадам. В разные бригады передавайте разные типы самолетов. И все, готовьте персонал. А как у нас сегодня? У нас там есть МиГ-29 и Су-27. Это оба истребителя. И тот, и тот истребитель. Только абсолютно разные машины. Одна КБ сухого, другая. КБ этого, по-моему, Микояна. Есть точно так же Су-25. Это вообще отдельный самолет Грач. Это штурмовик. Есть Су-24. Это фронтовой бомбардировщик. Так а чем это не сборная солянка? Нет, это разношерстность модели. Да, она усложняет, конечно. Но если специализировать хотя бы по эскадрильям, или это было бы сложнее, конечно. А лучше по бригадам. Разная бригада на разных типах самолетов. Но в бригаде однотипный самолет. Вот это да, это решает проблему логистики, обслуживания и ремонта. Так что я не думаю, что это проблема. И вы же не забывайте, что летчика будут учить под какой-то один тип, переучивать под какой-то один тип самолетов. Он не будет как универсальный солдат. Сегодня полетел на F-16, завтра на Mirage 2000, послезавтра на Gripen, шведском, или на Евролихтинг, немецком, французском. Нет, такого не будет. Если пилота переучивают, то его переучивают на какой-то один тип самолетов. Поэтому мы уже привыкли, я так скажу. И мы уже приспособились, и в принципе это абсолютно для нашей ситуации на сегодняшний день, я бы уже сказал, что это абсолютно нормальное явление. Когда сборная солянка, и мы вынуждены приспосабливаться к эксплуатации разных типов вооружений. Ну что ж, на этом вопросную часть мы с вами закончим. У нас остается третья часть, это комментарии, пожелания и приветствия, которые вы прислали на сегодняшний день, к предыдущим видео. И первым комментарием, да, комментарием очень интересный. Кстати, связанным с воздушным шаром сегодня будет следующий. Помните, да, вот эти все полемики, которые мы ведем, это очень приятно, что вы интересуетесь, и что пытаетесь докопаться до истины в мелочах. Ну, если это не переходит границы разумного, то это действительно интересно и приятно вести полемику в этом контексте. Так вот, вот что значит артиллерия. Ну, и генштаб, конечно. Я так и знал, что за шар начнут вас клевать. Терпите. Ну, нормально, терпим. Вашим оппонентам замечу, что разведывательные зонды бывают разные. Сложные из них имеют ячеистую конструкцию. Осколок снаряда, пуля, ракета и так далее пробивает лишь часть сот. Датчик высоты отслеживает и дает команду на добавление сот из резерва газа, из сот в гондоле. Таким же образом выбирается высота для подходящего воздушного потока. Направление выше-ниже. Желаю вам удачи. Берегите себя. Так что да, если зонт вообще состоит ячеистый, то сбить его еще сложнее. Мы из Узбекистана переживаем за каждого украинца. Дай бог, чтобы быстрее закончилась эта война. Мы тоже этого хотим. Если бы было достаточно минометов и пулеметов калибром от 60 до 120 мм, мы бы, может, и Солидар не сдали, а выкосили бы их живую силу. Вполне возможно. Кстати, вот с этими штурмовыми группами вагнеровцев, зэков, именно миномет боролся бы, на мой взгляд, самым эффективным способом. Вполне возможно, что они бы просто не успевали, при достаточном количестве минометов и мин, они бы просто физически не смогли бы добежать до наших окопов. И штурмов никаких бы не было. Или они были бы максимально облегчены. Дворично тримается, Белогоревка. А, Дворично тримается, это населенный пункт. Белогоревка тримается, Червона гора тримается. Слава силам обороны Украины. Доброго дня. Не по слухам, но узнала, что в Санкт-Петербурге открывают завод по изготовлению деталей для больших тронов. Для работников есть условия. Остается отсрочка от мобилизации, но зарплата минимальная. Очень хороший подход, мотивирующий людей к итальянской забастовке, то есть к саботажу. Не хочешь, чтобы тебя мобилизовали, иди работай на завод. Но зарплата будет минимальная. То есть за корку хлеба будешь пахать. Не станешь пахать, пойдешь в армию, попадешь на фронт. Ну а то, что завод по производству комплектующих для дронов открывается, это неудивительно. Россия пытается всеми силами перевести свою экономику на военные рельсы. Но, как правило, это все разбивается на этапе, это все замирает на этапе комплектования этих дронов электроникой. Вот что, если взрывчатку там и корпус, и даже двигатель еще может быть в какой-то части собрать, Россия может, а вот когда, да, но в какой-то части двигатель могут собрать. А когда нужны западные комплектующие, тут начинаются проблемы. Они пытаются строить схемы серые. Соединенные Штаты и Европейский Союз начинают вводить вторичные в санкции против фирм, которые соглашаются участвовать в серых схемах. Нищенская пенсия, больница без ремонта, разбитые дороги и ветхие бараки. Все это так ничтожно в сравнении с необходимостью вести войну со всем миром за величие своей Родины. Хорошая такая цитата, хорошее сравнение. Литва, Клайпеда, слава Украине, слава вооруженным силам Украины и всему украинскому народу. Держитесь, дорогие украинцы. Казахстан, грузинам, очень большое спасибо. Спасибо за поддержку, спасибо за то, что вы с нами. А, казахам и грузинам, не казахстанам, а казахам и грузинам. Большое спасибо за поддержку. Необходимо в конце каждого зачитывания поражения российской армии говорить, что вы тут делаете, зачем вы на нашей территории. Ведь мы у вас ничего не брали и не собирались на вас нападать. Мы обороняемся. Да, в принципе, это можно делать. Главное, чтобы это доходило до сознания россиян. Вот что. Сейчас социология опять показывает, что они все за войну. В большинстве своем население России за войну. Еще раз про вражескую бронетехнику. На примере событий под Углидаром. Первое. Воевать не умеют. Где воюют, а где бестолковость. Все та же. Подставить так себя это надо суметь. Или не уметь. Как хотите. Нечего пыжиться на устаревшей совершенно технике против современных средств уничтожения ее же. Результат налицо. Третье. Что же будет тогда, когда подойдет западная техника Леопарда, Леклерки, Брэдли, СВ-90 и прочее. А еще они подтянут Т-34 из Лаоса на позорище всему миру. Вот комедия-то будет. Нечего чрезмерно опасаться их бронетехники. Всю боеспособную мы уже повыбивали. А в ветшающее с половикового хранения это по большому счету металлолом. Который кстати пригодится нам для нашей стали плавильной отрасли. Ну что ж. Очень хороший комментарий. Очень позитивный. И на этой позитивной ноте мы будем заканчивать наше с вами видео. Я благодарю вас за ваше внимание. За ваше время. Что вы досмотрели до этого момента. Еще раз приглашаю подпишитесь на мой канал. Поставьте лайк этому видео. Тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Огромная благодарность спонсорам и тем кто поддерживает канал. Благодаря вашей поддержке и спонсорской помощи у меня есть возможность записывать эти видео. Ну а мы с вами продолжаем верить сбройным силам Украины. Паремога за нами. Слава Украине.